Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Чем ближе Новый год, тем ниже опускается столбик термометра. Синоптики обещают морозы на все праздничные дни. А вот снегопады ожидаются только с 3-4 января. В начале месяца солнце будет баловать самарцев часто. По прогнозам, в эти дни сохранится переменная облачность с прояснениями. Северный ветер будет дуть со скоростью в среднем 7 метров в секунду. Если новогоднюю ночь вы собираетесь провести на уличных гуляниях, из гардероба стоит достать самую теплую одежду. В новогоднюю ночь температура воздуха будет в основном по территории области 14-19 градусов. При прояснениях некоторых районов до 20-26 градусов. А в дневные часы 9-16 градусов мороза. Местами нету 20-ти. Пациентам детского травматологического отделения больницы имени Середавина Новый год придется встречать на больничной койке. Но все не так плохо. Поднять ребятам настроение смогли инспекторы ГИБДД и Дед Мороз со Снегурочкой. Репортаж Павла Баймакова. Секундное затишье и в холле появляются главные волшебники Нового года. Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с госавтоинспекторами они приготовили ребятам сладкие подарки и еще раз напомнили о правилах дорожного движения. Естественно, когда приходишь с подарками Дедом Морозом, у них это в памяти откладывается. И, конечно, когда они выходят на проезжую часть, они уже вспоминают о том, что нужно правильно ее переходить. За 11 месяцев этого года в результате ДТП в Самаре травмы получили более 120 детей. Встречать Новый год в гипсе придется и тем, кто, например, неудачно упал. Сейчас в детском травматологическом отделении 38 ребят. Многие из них смогут встретить Новый год дома, но те, кто останутся в больнице, стараются не унывать. Атмосферу праздника для них создают доктора и друзья по несчастью. Новый год здесь праздновать, наверное, тоже будет немного весело. Друзья здесь появились, тут тоже врачи всеми возможными способами поднимают нам настроение. Вот подарки недавно дали новогодние. Елки стоят, коридор украшен. Новогодняя атмосфера все-таки есть. Самым травмоопасным для детей, по словам врачей, считается домисезонье. Но и зимой раненых хватает. Скользят на льду, падают с горок. Чаще всего это перелом голени, перелом предплечья. Это в основном. Если ДТП, то там идут сочетанные травмы. За детьми глаз да глаз. Эту миссию доктора возлагают на родителей. Согласны с ними и инспекторы ДПС. Гипс хоть и можно назвать костюмом больного, но лучше его не примерять. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События. В преддверии Нового года где только не встретишь Дедов Морозов и Снегурочек. Сегодня наш корреспондент Марина Матвейшина стала зрителем уникального футбольного матча, где сказочные персонажи, в миру сотрудники администрации Октябрьского района, пытались забить мяч в ворота детской команды «Крылья мечты». Стать Снегурочкой может любая. Была бы коса до пояса до костюма Снегурочки, а вот забить гол в ворота задача непростая. Противостоять команде Снегурочек и Дедов Морозов на футбольном поле не испугались ребята команды «Крылья мечты». В ней играют дети с заболеванием детского церебрального паралича. На поле мальчишки показывают настоящие чудеса футбольной игры. В футбол эти мальчишки серьезно играют уже несколько лет. За это время научились быть единой командой. И ни на какие дедморозовские фокусы не поддаются. Отвлекаться во время игры вообще нельзя, это не рекомендуется, потому что концентрация теряется, а когда теряется концентрация, значит сразу почти гарантированный гол в свою роль. Деда Мороза и Снегурочки не поддаются молодецкому напору. Для них это не так-то просто, ведь в обычные будни они мяч не гоняют, работают в строгих костюмах в кабинетах Октябрьской администрации. У меня сегодня в футболе дебют. Много лет я занималась фигурным катанием, поэтому на коньках в хоккее, наверное, я бы смотрелась более гармонично. Но, честно сказать, я с удовольствием воспринимаю себя в такой сегодня социальной роли. Мяч в этом турнире самый настоящий футбольный, созданный по всем стандартам FIFA и привезенный сюда специально на этот турнир. После матча команда разыгрывает серию пенальти, но побеждает все равно дружба. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков, События. Когда в доме поселился замечательный сосед. Жители дома на улице Старозагора под Новый год украшают не только свои квартиры, но и весь дом от подъезда до лестничной клетки. Вдохновил всех новый жилец. История о том, как один человек может изменить привычки соседей, расскажет Валерия Макарова. Несмотря на то, какая на улице погода и стоит ли дома елка, некоторым самарцам для того, чтобы почувствовать праздничное настроение, достаточно заглянуть в подъезд. Заглянем и мы. Поздравляю с Новым годом! Свои дети и добра! Восемь лет назад в 56-м доме по улице Старозагора появился замечательный сосед. И с тех пор скучный подъезд изменился до неузнаваемости. Как случайно приехал сюда жить, поставил сюда цветончик, а потом стали другие цветочки ставить, потом заборчик купила. И так пошло. А потом там елочек купили, потом стали фотообои покупать. Как соревнования у нас даже красиво, все подъезды наряжены у нас. Игрушки храним, весь год плакаты, всякие там украшения. Все готовятся, все готовятся. И дети, молодежь помогают. Украшают подъезды и этажи не только на новогодние праздники. Новые инсталляции появляются к каждому времени года. Весна, лето, осень, зима. Но у детей любимые именно декабрьские дни, когда появляется елка. Ребята рассматривают старинные игрушки, поправляют лентой, даже заучивают стихи. Золотым дождем сверкает наш уютный светлый зал. Елка в круг нас приглашает, час для праздника настал. И детей подбодрит и за елочкой присмотрит Александра Никитишна. Замечательный сосед, идейный вдохновитель целого дома. Вот хочу, ребят, чтобы везде такие подъезды были. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. С наступающим Новым годом жители Самарской области поздравляет полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Цитата. «Весь этот непростой год мы много работали, чтобы сделать нашу экономику независимой от политических влияний. И эта работа продолжится в будущем. Регионы Приволжья по-прежнему готовы к сотрудничеству с зарубежными партнерами и в экономической, и в гуманитарной сферах. Мы всегда рады гостям, умеем их достойно встретить и на высоком уровне организовать самые крупные и статусные мероприятия». Четыре региональных центра Приволжского федерального округа – Нижний Новгород, Казань, Самара и Саранск – увеличивают темпы подготовки к мировому чемпионату по футболу. Все эти мероприятия послужили хорошим стимулом для развития в регионах современной инфраструктуры, привлечения инвестиций, развития внутреннего туризма. «Существующие в Приволжском федеральном округе точки роста в промышленном производстве, сельском хозяйстве, малом бизнесе, науке, образовании – это повод смотреть в будущее с оптимизмом и уверенно строить самые смелые планы». Пока одни готовятся к празднику, другие думают о весне. Самарские фонтаны, а в городе их 34, только внешне впали в спячку. На самом же деле им устроили тщательный профосмотр. Многим сооружениям уже не один десяток лет, поэтому внимание к каждой детали. Все работы идут под землей. В сердце фонтана на набережной спустилась Лариса Шлафаст. Это помещение святая святых. Посторонним вход воспрещен. Пока фонтан отдыхает, под землей каждый день трудятся десяток человек. Это не сказочные гномы, а сотрудники спецремстройзеленхоза. Это они чистят, моют, проверяют гидравлическое оборудование. Не упустят даже самую мелкую деталь. Проверяем подшипники, в каком состоянии неисправные подшипники меняем на двигатели. В данном случае вот двигатель, подшипник у нас задний неисправный, заменили его, поставим новый. Этому фонтану на набережной больше 30 лет. Его строили еще в советское время, поэтому ко всему механизму особое внимание. Чтобы досконально все проверить, нужно не меньше месяца. Полная разборка насосов, двигателей, задвижек, проверка их состояния. То есть, где что, неполадки, это устраняется. И если подшипники вышли из строя, их меняется. Проверяется сохранность электрических сетей. Особое внимание и световому оформлению. В фонтане на набережной больше 300 подводных светодиодных лампочек. Специалисты проверяют каждую. Их надо привести в порядок, отмыть, отривизировать, протянуть, потому что они должны быть влагозащищены. И это свойство теряется со временем. То есть, надо подтягивать, проверять. И многие просто выходят из строя за время работы. Поэтому мы восстанавливаем. В течение зимы проверят и отремонтируют все фонтаны в городе. Проверять исправность фонтанов продолжат и в следующем году. Все работы завершат к апрелю, чтобы с началом весны все 34 фонтана снова радовали самарцев. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События. Дорожная скорая помощь. О состоянии транспортных артерий Самары заботятся в любую погоду. Ямочный ремонт проходит во всех районах города. О том, как приводят в порядок магистрали, репортаж Алины Чемерис. За состоянием самарских дорог следят круглый год. Более 2000 квадратных метров асфальтового покрытия уже привели в порядок. Работы ведутся ночью. Сейчас поток машин гораздо меньше, чем днем. За одну смену бригада успевает отремонтировать более 100 квадратных метров дорожного полотна. Зимой, когда на улице минусовая температура, капитально обновить дороги не получится. Такова технология. Сейчас возможен только ремонт картами. Покрытие меняют лишь на тех участках, где оно полностью пришло в негодность и может угрожать дорожному движению. Жидкий асфальт температурой в 190 градусов застывает за несколько минут. Разборка старого асфальтобетонного покрытия в районе разрушения. Удаление лишних грязи, льда из-за разрушений. И последующий этап – это заделка карт именно литой асфальтобетонной смеси. Данная процедура позволяет устранить аварийно-опасные разрушения, то есть не допускать ДТП на проезжей части дорог. Самарские автолюбители изменения замечают сразу. Конечно, хорошо, потому что когда дороги ровные, ездить на них приятно. Колеса хоть не попадают в выбоины, едешь спокойно, ровненько все. Особое внимание при ямочном ремонте уделяют Кировскому и Советскому районам города. Здесь больше всего проблемных мест. Но когда погода ведет себя непредсказуемо, рабочие, словно дорожная, скорая помощь готовы выехать в любую точку Самары. Вот эти вот колебания температуры от плюс 2 до минус 20, оно рушит все дороги. Это вот там, где не было ремонта. Есть вопросы по раките, есть вопросы по промышленности. По промышленности сегодня мы устранили. Я знаю, есть большие ямы по Некрасовской, тоже дали команду устранять. Работу на самых сложных участках обещают закончить аккурат к Новому году. Алина Чемерс, Станислав Левин, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. В вылетой на землю из автоцисцерны 34 тонн отработанной серной кислоты обернулись уголовным делом. Напомним, в ноябре на Самарской обводной дороге водитель МАЗ слил на грунт серную кислоту. По оценкам экологов, ущерб для окружающей среды превысил полтора миллиона рублей. О заминировании Самарского детского сада сообщил 12-летний мальчик. Как он пояснил, на случайный номер мобильного телефона позвонил от скуки. Полицейские составили в отношении матери-подростка административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Кроме того, с нее взыщут компенсацию за работу экстренных и специальных служб. Решается вопрос о постановке семьи на спецучет в подразделении по делам несовершеннолетних. Самарский рост сельхознадзора опубликовал список некачественных молочных продуктов. Проще говоря, жир, обнаруженный в них, не является молочным. Следовательно, эта продукция фальсифицированная. Исследовались товары самарских производителей и представителей соседних регионов. Из 29 отобранных образцов 22 пробы не отвечали установленным требованиям. Прием заявлений в первой классе Самара-Итальяти пройдет 19 и 21 января 2016 года. Заявление можно подать как лично, так и в электронной форме. В последнем случае родитель ребенка должен в течение трех рабочих дней, не считая дня регистрации заявления, прийти в школу, куда было направлено заявление с оригиналами документов. В Самаре начали работать катки. Так уже все желающие могут покататься на коньках в парке Гагарина и на площади Куйбышева. Вход на них бесплатный. На набережный каток пока не готов, но уже идут завершающие работы. Планируется, что в первых числах января он откроется. Всего в этом году будет залито 98 катков. Они расположатся во дворах, около учебных заведений и в парках. Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» высоко оценили на Международном съезде Евразийского экономического союза 2015. Об этом на встрече рассказал губернатору Николаю Меркушкину председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев. Парк появится в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района. В прошлом году в его основании губернатор заложил капсулу с посланием потомкам. Этнокультурный комплекс включает в себя зону отдыха и деревню, где будут представлены все национальности Самарской области. Каркасы домов, по словам Ростислава Хугаева, будут готовы в 2016 году. Также он отметил, что для озеленения парка площадью 12 гектаров понадобится помощь Министерства лесного хозяйства. Здесь планируется проводить национальные праздники, обряды и праздновать национальные свадьбы. 2015 год литературы в Самаре прошел насыщенно и завершился весьма интересно. Презентации уникального проекта интерактивной экскурсии по литературным местам города. На карте дома, где жили и работали писатели, а также скульптуры, посвященные героям книг. В интерактивное путешествие по книжной Самаре отправилась и Марина Кравцова. Комсомольская площадь и станция Самара. Весной 1921 года, здесь больше недели, прямо в вагоне поезда, жил Сергей Есенин. Он ехал в Ташкент, где собирал материалы для поэмы «Пугачев», в которой упоминается и Самара. Больше двух сотен известных мест города собрали на интерактивной карте проекта «Литературные адреса Самары». Здесь действительно по адресам можно увидеть, какое количество людей, поэтов и писателей, литераторов бывали в Самаре, где были открыты те или иные издательства. И, конечно, у этого проекта колоссальный воспитательный и образовательный потенциал. Безусловно, проект живой, он будет наполняться, он будет пополняться, он будет редактироваться. Алексей Толстой, Максим Горький, Ярослав Гашек, Сергей Аксаков. И еще десятки классиков так или иначе связаны с Самарой. Первый у нас литературный персонаж на этой карте датирован 17 веком и до наших дней. В 1636 году немецкий поэт Пауль Флеминг проплывал мимо Самары. Позже волжским красотам он посвятил три санета. Проект расскажет и об истории главного хранилища книг Самары – публичной библиотеки. Тогда, когда мы еще размещались на нынешней улице Куйбыша, на Дворянской, библиотеку посещало много известных людей. Начиная от Горького и кончая членами семьи Ульяновых. А наша библиотека – это один из культурных центров, губерния. И кто только тут не был из писателей. На интерактивной карте отмечены и 16 самарских скульптур, литераторам и персонажам художественных произведений. Кроме адресов, связанных с литературными страницами истории города, здесь же интересные цитаты писателей о Самаре. Вот, например, Михаил Булгаков. «Приехали из Самары Ильфи Олеша. Рассказывают, в Самаре два трамвая. На одном надпись – площадь революция, тюрьма, на другом – площадь советская тюрьма. Что-то в этом роде. Словом, все дороги ведут в Рим». Литературную карту Самары планируют пополнять. Проект может стать и путеводителем для гостей города. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События. Как в старые добрые времена, кавалеры приглашают дам. В музей Алабина давали бал в лучших традициях рубежа веков XIX и XX. Кринолины, мазурка и меню, где самое простое блюдо – это стерлить в шампанском. Алина Чемерис прикоснулась к романтике давно прошедших времен. Вальс, всеми любимый ныне, раньше долгое время считали танцем неприличным. Мол, партнеры друг к другу непозволительно близко. Поэтому молодежь танцевала его тайком от родителей. А вот контрданс, мазурку и кадриль исполнять не возбранялось. На балу в музее Алабина, посвященном 165-летию Самарской губернии, научиться танцевать, как дамы и кавалеры XIX века могли все желающие. Здесь и танцы, стилизованные под ту эпоху, которые появились в наши дни. Сейчас мы танцуем марш в Рим. Его придумал наш современник, правда, сам он родом из Италии. На самом деле танец геометрически сложный. И здесь главное правильно выстроить и правильно вовремя поменяться. Вообще ноги, конечно, путаются. И не сразу все получается, но я стараюсь. Расцвет бальной культуры в Самарской губернии приходится на вторую половину XIX века. Праздничные приемы были главным местом встречи аристократии. На танцевальные вечера родители приводили своих детей, чтобы найти достойную пару для семейной жизни. Балы приема – это было именно живое общение, когда они приходили, приезжали друг к другу в гости на один или несколько дней и наслаждались танцем, музыкой, сами музицировали, писали стихи, читали их. Нам хочется быть причастным к этой небольшой частичке истории, которая сохранилась. Дамы приходили со своими визитками, которые вкладывали на специальные блюда. Также формировались пары при помощи этих визиток, были пригласительные билеты. И было праздничное меню, которое точно так же рассылалось заранее, чтобы люди знали, куда они попадают и чем их будут кормить на празднике. Суп-пюре из ершей – стерлить в шампанском пунш-глиссе. В музее Алабина сохранилось бальное меню 1887 года. На сегодняшних балах главное блюдо – танцы. Чтобы погрузиться в сказку, многие готовятся месяцами, специально шьют костюмы, подбирают образы. Это самая настоящая сказка. Нас переносят в разные эпохи. Нам дают возможность почувствовать ту атмосферу, которая была давным-давно до нас. Это правда очень. Это непередавая. Когда ты погружаешься в эту сказку, просто особенно с любимым, это очень приятно. Чтобы торжественный бал остался на целый год не только в сердцах гостей, но и на снимках, в музее Алабина работал исторический фотосалон. Камин, подсвечник и вся мебель – подлинные. Их специально достали из фондов. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. А теперь об экономических событиях. Доллар и евро продолжают восхождение. На 31 декабря Центробанк установил курс американской валюты на отметке 72,88 рубля. Курс евро – 79,69 рубля. Похоже, даже Дед Мороз не властен над национальной валютой. Цена золота – 2,502 рубля за грамм. Серебро стоит 32,64 рубля за грамм. Нефть продолжает падать и оценивается в 36,97 долларов за баррель. Сегодня Сбербанк объявил о сбое в проведении оплат по пластиковым картам. Официальная причина – системный сбой. Хотя в сети появилась информация о взломе базы данных организации. Ближе к вечеру Сбербанк заявил, что сбой устранен и все операции проводятся в полном объеме. Праздник вдвойне. Ветераны труда и труженики тыла Куйбышевского района разом отметили Новый год и 15-летний юбилей со дня основания общественной организации. На торжестве побывала и Алина Чемерес. Они всю свою жизнь посвятили труду. Многие, даже выйдя на пенсию, не могут сидеть без дела, занимаются творчеством. На встрече тружеников тыла и ветеранов труда Куйбышевского района – выставка рукоделия и праздничный концерт. Деятельность ЗДК в первую очередь направлена на то, чтобы категория граждан, в том числе и пожилого возраста, не только вспоминала здесь свою молодость, а чтобы могла проводить свою досугу. И поэтому наши ветераны, в том числе и Куйбышевского района, являются самыми активными участниками в наших мероприятиях. И мы для них с удовольствием делаем различные праздничные мероприятия. Сегодня в общественной организации Куйбышевского района состоят около полутора тысяч ветеранов труда и тружеников тыла. В регионе их почти в 15 раз больше. В организации им помогают решать многие социальные и коммунальные вопросы. Многим помогли, обращаются к нам. Безусловно, мы решаем вопросы. И судебные, и какие-то другие. Безусловно, очень много решений делаем, помогаем. Гости праздника делятся. Отмечать юбилей в преддверии Нового года вдвойне приятно. Алина Чемерис, Григорий Пешаков, События. А сейчас пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре на Рождество пройдет чемпионат страны по ездовым ведам спорта. Военные летчики ушли на новогодние каникулы, но обещали вернуться. Тольяттинские рукопашники вторые на этапе Кубка России. Гандбольная Лада потушила звезду. Десятый матч предварительного этапа чемпионата России среди команд Суперлиги Гандбольная Лада выиграла у Звенигородской звезды со счетом 42-29. Преимущество после первого тайма было минимальным 22-15. Среди Тольяттинок снайперским броском отметилась Дмитриева. На ее счету 9 мячей. Серию удачных выездов на соревнования провели в декабре тольяттинские рукопашники. В Екатеринбурге на этапе Кубка Вооруженных сил России третья бригада спецназа заняла второе командное место, уступив всего лишь один балл победителю Тюменскому институту. В личном зачете победу праздновали многократный чемпион страны Антон Цибарт и его товарищ по команде Максим Мешков. Новогодний каникул хоккейного клуба ЦС КВВ закончится 3 января. В воскресенье вечером спортсмены пробегут кросс по набережной в районе полевого спуска. В понедельник начнутся двухразовые тренировки. В таком режиме команда будет работать до Рождества, а потом отправиться в Ростов-на-Дону, где сыграет первые матчи второго этапа первенства высшей хоккейной лиги против местного клуба. На лыжной базе «Чайка» 6 и 7 января пройдет рождественская гонка на собачьих упряжках. Старты намечены на 10 утра. По итогам чемпионата страны будет сформирована в сборной России. Национальная команда примет участие на чемпионате мира 2016 года в Германии. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Уже завтра, 31 декабря, смотрите в 22.00 новогодний календарь телеканала «Самара ГИС», где мы подведем итоги года уходящего. А уже 1 января ровно в полночь смотрите премьеру нашего специального новогоднего проекта «Есть только ГИС». Без фантастики не обойдется. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до встречи.